всем привет я рада что вы зашли на мой канал сегодня у меня очередное отчетное видео о моей проделанной работе за неделю как вы поняли из названия у меня нет готовых работ я тут обленилась но все равно у меня есть что вам показать и рассказать но во первых хочу анонсировать еще раз видео вот по этой салфетки которая у меня вышла на канале эта салфетка связана по описанию патрисии кристоферсон называется амар это видео состоит из двух частей первой части я еще выставила 10 января а вторая часть вышла только вчера вы можете уже перейти к ней спасибо что подождали немного все-таки промежуток пять дней между 1 2 частью я думаю вас немножечко заставил повыноваться вдруг у меня не выйдет вторая часть но как видите все нормально и можно эту салфетку уже довязывать но мы вязали именно не эту салфетку вот в розовом цвете я положила ее просто как пример эта салфетка у меня связано уже давно и вот она лежит в моей коллекции салфеток на какую мы с вами вязали молочного цвета я ее уже продала кстати я продала на прошлой неделе более 20 салфеток а точнее если быть 28 со 26 или 28 уже уже не помню сколько салфеток чему я очень рада все-таки разгружаются мои закрома готовых салфеточек так но почему был такой большой перерыв между двух частей этого видео как я говорила у меня телефон уже не записывает не могу сохранять длинные видео поэтому мне пришлось разделить на две части все-таки салфетка состоит из 29 рядов я подробно показываю каждый ряд тут много рельефных столбиков хочется все показать поподробнее повнимательнее чтобы было подольше уделить внимание каждому ряду мы по крайней мере где рельефные столбики и это видео получается длинная так но чтобы мне записать видео в двух частях мне нужно было отснять сначала первую часть с готовой салфеткой для этого мне короче пришлось провязать две салфетки но вот готовую я уже как сказала продала вот вторая салфетка я ее еще не ставила на блокировку вот она у меня только связалась в итоге у меня получилось поэтому видео пришлось взять две салфетки так я что-то сумбурно как-то говорю сама не понимаю что этот плиту ладно две салфетки для чего это так это мои технические тонкости я думаю вам они не интересны ну короче готовая салфетка это для того чтобы снять начало первой части показать что какую работу мы будем с вами вязать и сделать превью обложку видео а эту салфетку мы с вами уже довязывали я думаю вы видео этого даже не заметили что я вязала другую салфетку ну понятно что она связана из той же пряжей чтобы видео было одним целым так но вот эту работу я не могу назвать готовы так как она еще не блокирована сейчас мне нужно пойти поставить эту салфетку на блокировку довести ее до ума очень красивая салфетка я думаю вы также присоединитесь и обязательно свяжите такую очаровательную салфетку амаретта по описанию патрисии кристоферса так это одна моя не готовая работа готовая уже уехала к новому хозяин а что будет интересно но мне было вчера очень это необычно непривычно вчера вечером я получила комментарии непривычного для меня характера я даже не знала как реагировать я канал веду уже больше трех лет но такие комментарии я получила вчера первый раз так это некрасивая пока уберу пусть вот это украшает мой кадр салфеточка написала наверное девушка какая-то рукодельная эти комментарии я не могла пройти стороной они были написаны на капсулоке большими заглавными буквами и к одному видео три или четыре комментария это какой-то был крик души наверное у нее там и b и я даже не знаю как про это рассказывать комментарии эти были к видео по маленькой салфеточке салфетки малышки также по описанию патрисии мы с вами вязали много таких салфеточек и что она там только не писала что у меня все комментарии пара оплачены и что невозможно навязать эти салфетки и она бедная мучилась наверное вязала у нее ничего не получается я даже не знала писать я ответ какой-то не писать думаю но если вам так тяжело если вы мучаетесь но зачем вы вяжете медолага ну бросьте вы эту салфетку но не трепите себе нервы но вязание же должно приносить какое-то удовлетворение отдых удовольствие ну легче мне кажется забросить все это и не вязать ну ты тем более провязала всего пять рядов но брось ты это пять рядов не такое уже большое потраченное время и силы чем потом мучиться и довязывать эту салфетку хотя салфетки там они состоят все эти малышки с 12 13 рядов но не знаю мне кажется настолько все понятно я объясняю подробно показываю но как может не получиться ну видите бывает и такое это что я говорю в начале видео всегда справится даже начинающая вязальщица наверное я больше так не буду говорить а наверно буду говорить салфетка сложнейшая не беритесь даже у вас руки растут не из того места у вас ничего не получится не смотрите мои видео дальше наверно так мне нужно предупреждать в начале видео я даже не знаю вот чтобы не разочаровывать потом вот таких вот рукодельниц в кавычках мне кажется невозможно чтобы не получилось связать салфетку по моим видео но опять я как опытная вязать вязальщица смотрю на свои видео наверное у кого-то и не получается ну ты такое бывает мне даже не знаю как реагировать вчера было на эти комментарии но я их оставил напоследок я думаю все таки я их может быть мне прикрепить скрин этих комментариев здесь видео да нет не буду разгонять волну все таки это видео должно быть позитивным никакого негатива на моем канале быть не должно я считаю все таки это рукодельный отдыхающий такой отдыхательный канал расслабляющий и поэтому такого вместо тут не должно быть так что вяжите все с удовольствием но если что-то не получается ну извините пожалуйста может быть я плохо объясняю у меня много комментариев на канале взяла крючок в первый раз все получилось с первого раза спасибо вам большое так что я думаю все у меня понятно ясно по крайней мере я стараюсь излагать материал преподать так чтобы было всем понятно но конечно мне может быть чему-то надо также учиться камера какой-то у меня не такой ракурс не все видно извините меня пожалуйста за это я сама вижу салфетки по своим видео если у меня какие-то повторы я даже не смотрю на экран а просто слушаю и вижу под свой голос мне кажется все даже очень легко и просто можно связать так ну ладно это маленькое отступление просто я наверное на эмоциях еще после вчерашних комментариев не отошла так следующее мы не готовая работа это носочки начала вязать я воскресенье носки вижу из двух мотков сразу мне нравится такой способ купила их вместе в паре вот так они пришли мне свалбереса смотрим этикетки это пряжа yarnart forza один вот один цвет вроде бы должна быть одна партия я сразу не обратила внимание вчера начала вязать второй носок прикладываю вижу один темнее вот темно-серый один светлее вот если на серый посмотреть бордовая это то рыжая ниточка вроде бы одинаковый цвет я различие не увидела но когда перешла вот на этот сектор думаю ладно посмотрю при дневном освещении может быть мне так показалось сегодня подношу к окну до серый отличается и вот этот более какой-то как сиреневый отлив у него вот я не поняла в чем дело как так вроде бы одна партия два матка вместе пришли но носки разные вот теперь думаю как это все исправить хочу чтобы носки были одинаковые когда мы вяжем носки вот с такими крупными секциями хочется чтобы все-таки носочки были в паре одинаково все разложился узор да если бы я вязала вот с такой пряжи пестренькой я для примера взяла моточек то тут не обязательно подгонять узор носочки с таким мелким вот крапинками видно не видно здесь моточки из этого матка я буду вязать носки конечно я подгонять не буду узор но на такой пряжи все-таки нужно чтобы узор совпадал секции сектора пряжи вот и еще неприятность что на одном матке вот узелок мне сколько я вижу носки такое попалось первый раз значит сектора уже будет сдвиг мне нужно находить узор чтобы ниточку подгонять придется не с этими носочками повозиться очень мне конечно не хочется ну куда деваться нужно будет потратить времени сколько то чтобы подобрать пряжу и пряжи конечно я наверное рекомендовать не буду уж очень она тоненькая и неравномерная то поплотнее поплотнее дальше идет ну совсем тонюсенькая какая-то прямо истонченная настолько сейчас даже не могу вот я этот сектор вижу на спицах 225 но такие они тоненькие да это хорошо для ножки там в обуви было обувать носочки надевать но очень сложно вязать такую тоненькую пряжу здесь поплотнее вот отрезки попышнее ну ничего если долго мучиться что-нибудь получится куда теперь деваться хочу сделать серую пяточку вот буду выбирать этот сектор на серый на пятку и дальше буду красным вот этим продолжать но какие получатся носочки я думаю успею связать и показать вам в следующем отчетном видео а может быть сейчас я психану брошу их и все и в долгий ящик в ящиках закину и будут там они ждать своего часа но хочется довести конечно их до какого-то логического завершения не люблю когда у меня такие недовязы остается так это что касается носочков я воскресенье ездила на мероприятие не могу назвать это ярмаркой во дворце культуры в городском у нас городе проходил праздник фольклора народной музыки съезжалось много коллективов из области и соседних областей и детские и взрослые ансамбль оркестры выступали и вот мы там рукодельницы устраивали ярмарку показ изделия ручной работы и мне удалось даже что-то продать но это конечно смешно там пять брелочков всего я продала но я вот хотела взять с собой моток пряжи туда и спицы и забыла и сидела там как неприкаянная так не было жалко этого потерянного времени на самом деле как проходило все мероприятие был большой концерт дети и их родители перед концертом вот проходили по этой нашей выставке продажи потом все ушли в зал на концерт и уже мы сидели там два часа наверное с лишним концерт был сейчас сюда по четвертого ну да два с половиной часа ждали людей ну ходили конечно по коридорам но не в таком количестве потом когда уже вы все вышли из зала и вот немножечко еще продаж было опять брелочка все я продаваешь мужу говорю ты пожалуйста не смейся когда мы собирались с ним он мне помогал ездил вместе со мной мне тяжелое носить нельзя его все-таки там чемодан стол столом но это какой-то вес имеет мои родные всегда сопровождают меня на ярмарке я еще одна никогда не ездила но один раз я уезжала одна с ярмарки летом ну я носила частями в машину не все сразу потихонечку переносила все в машину и сама уже выезжала с ярмарки а так я всегда с кем-то вот и когда мы с ним выходили из дома говорю пожалуйста только не смейся над моими продажами понимали что там особо нам ничего продать не получится так это что касается воскресенье я почти ничего не вязала вот начала вязать только носочки а так я сидела полдня на ярмарке так следующая моя не готовая работа связала вот такого зайца посмотрите какой он большой так линеечку возьму от ушка и до пяточки 43 сантиметра такой немаленький вроде бы он готов но все равно тут есть какие-то недоработки мне нужно еще сделать вышивку на платье и связать башмачки таких он панталончиках панталончики эти цель навязанные не снимаются такие рюшечки это платье связано из полу шерсти я вязала его целый день на пуговичках все снимается воротничок также съемный на завязочках сделала вот бусинки такой прикольный зайчик нами кажется он может быть интерьерный но и как такая игрушка для ребенка глазки здесь на безопасном креплении 12 миллиметров носик вышитый ушки торчком симпатичный такой зайчик у меня получился ну вот нужно доделать башмачки я связала одну пару но они получились великоваты и болтаются посмотрите какие пинеточки очаровательные вот он такой пуговички деревянные в горошек вот великие к сожалению получились надо мне перевязать так лапку так неудобно мне не с руки может быть мне их постирать свалять и они будут поменьше деревянную пуговичку тогда надо будет отпарывать это она может в кипятке поломаться да нет болтаются великовато вот пальчик пролезает как ребенка вот меряем хотя можно ничего страшного ну-ка посмотрите какая прелесть так связались такие вот пинеточки у меня доделаю я потом его сфотографирую и уже выставлю его на продажу но этот зайчик будет стоить не меньше трех тысяч я думаю потому что платье такое затратное время затратное и много материала все-таки уходит и пряжа но я его вязала очень долго два дня наверное этого зайца но красавчик прелесть я его показывал уже детальки его еще в предыдущем отчетном видео поэтому подробно не буду ручки так на хорошенький мне кажется будет интересно с ним играть дети любят переодевать я свяжу ему еще кофточку чтобы был комплект одежды может быть сарафанчик еще другой свяжу но уже не из шерстяной пряжи а из хлопковой и хочу еще повязочку на голову но много работы с ним еще будет так и связалась у меня еще один зайчик сейчас покажу тут еще больше размер вот такой серенький это у меня уже будет мальчонка также глазки на безопасном крепление и рост его у меня вышел так от ушек 50 сантиметров посмотрите какой большой линеечку убираю но кофточка это у меня старая от другой игрушки просто сняла и она очень хорошо подходит для этого зайчика такая полосатая у него маечка шортики также несъемные цель навязанные вязала этого зайчика я из пряжи а живая такая пряжа но другой оттенок вот остался вот такой малюсенький клубочек при том что я делала шортики и маечку из другой пряжи как видите 1 мотка пряжи на такого зайца если полностью вязать из этой пряжи не хватило бы мне вот крючок два с половиной миллиметра зайчик вот антуан это называется мастер-класс если кто-то захочет связать такого же зайчика есть описание в бесплатном доступе в интернете и даже видео по моему есть на канале ой на ю тубе но я не смотрела видео вязала по описанию так надо также связать и лишить ему штанишки и башмачки она этого зайчика башмачки получаются маловато тому зайчику великоваты а этому маловато как-то они на пяточку не полностью налезают по размеру смотрю вроде бы и нормально вот ножки очень такие высокие поэтому туго они как-то но нет я пробовала не нарезать даже не буду тратить время сейчас пробовать а так бы они ему да нет мальчику наверное нужно не красненькие какие-то таракотового цвета но я посмотрю еще какая у меня пряжа есть и свяжу также ему башмачки так что также мне предстоит много еще работы с этим зайчиком также нужно его доделывать сфотографировать и выставить на продажу но эти зайчики будут у меня не дешевые не меньше трех тысяч как как я предполагаю вязать их очень долго такие ножки интересные хорошие зачата мне кажется интересно играть с такими игрушками ручки подвижные эти кофточку сниму покажу как он смотрится может быть жилеточку ему еще какую-то свяжу чтобы был комплект одежды дети любят переодевать игрушки буду еще дорабатывать этого зайчонка но мне очень нравится такая работа рукодельная с игрушечками возиться обязательно девушки это прям отдых для меня так что как видите на самом деле я не бездельничала выпустила мастер-класс связала две салфетки два зайчика начала вязать носки но все у меня как-то не доделано нет ни одной готовой работы хочется это и это повязать но нужно сейчас мне все это доработать и чтобы были у меня какие-то не только процессы но и готовые изделия которые уже можно выставлять на продажу показывать покупателям хотя этого зайчика до этого я брала на ярмарку думал может быть кому-то понравится и в таком виде без башмачков не все же знает что подразумевается еще и обувь какая-то и кого-то устроит и такой вариант но нет на такие игрушки даже не смотрели могу сказать на ярмарке я думаю что люди понимают что это игрушки не дешевые и покупает даже не спрашивают дорогие у меня много больших игрушек смотрят брелочки максимум там 200-300 рублей у меня купили машинку брелочек лягушечку два котика что-то еще радугу брелочек да и лошадку качалку вот 6 игрушек до 6 у меня купили вот так что в ближайшее время мне нужно доделать эти игрушечки довязать носки я не хочу откладывать их долгий ящик когда носки лежат и через какое-то время принимаешься за них уже и плотность вязания меняется и носки получается некрасивый поэтому сейчас пойду вязать эти носки так нужно мне довязать сейчас еще ежика которого я вам показывала также в одном из своих видео я же купила пряжу ему на иголочке вот у меня в планах и все на этом наверное я с игрушками пока приторможу до лета ярмарки никакие ближайшие пока не намечаются это теперь будет наверное скорее всего весной в мае когда будет хорошая погода будем выходить на ярмарке в парке в городском пока я буду вязать носочки очень не нравится вязать носки это такое для меня отдых какое-то прям расслабление с собой только спицы моточек пряжи все игрушки вяжем кругом глаза синтепоны ножницы булавки иголки палочки всякие для набивки чего только нету пух везде ли летает очень это какая-то такая работа с игрушками такая энергозатратная носочки вяжи себе да вяжи вот тебе моточек под рукой так и сейчас хочу показать вам книжку которые мне подарили дети на новый год называется вязаные птицы зоопарк эдварда автор кирилл ойд 40 моделей вы помните у меня была серия носочков детских птички там у меня был снегирь синички зимородок какая еще птичка была у . какая-то там сельзень такая симпатичная у меня серия носочков была я старалась расцветки подгонять вязала их из из остаточков пряжи под окрас птичек и тут у меня появляется книжка птички уже игрушки я смотрю такие они прикольные я уже для себя взяла на заметку каких птичек я хочу связать такие они необычные интересные все так сейчас быстренько вам пролистаю посмотрите какая сойка смешнючая невозможно пингвин какой-то такой какой-то неказистый но в этом его и милота вот такого хочу фазана посмотрите как он гордый прям такой живот у него вперед идет хвост распушил назад такой оттопырил сова полярная тоже мне кажется интересно вот эти крапинки будет провязывать здесь все подробно описывается как вязать такой зимородок хохват и пингвин попугай ара но каких-то я на рынке чек ушастая сама посмотрите какая интересная и я вот все-таки больше люблю вязать игрушки из полу хлопковой пряжи они из плюшевые как раз вот эти вот птички посмотрите павлин мавлин какой у каждой птички свое имя еще город будет у меня такой робин снегирь как на снегириал не очень похож так тукан вот тоже ленте какой клюв у него красивей шли мы буду вязать вот таких разных птичек 40 ухает кто ж так у мохнатых курица 3 шая зовут индюк будем вязать разных птичек вот такая книжечка у меня если кто-то хочет себе такую приобрести я думаю мне кажется дети купили эту книгу леонарда но это не точно я еще спрошу где они такую книжку нашли но я думаю не трудно будет по названию найти такую книгу сейчас каких только книжек нету в продаже только вяжи себе успевай да вяжи ну все я вам показала свои не готовые работы свои процессы скорее всего к сожалению ничего у меня не связалась до конца на этой неделе ну я также вязала старалась ни минуты не отдыхал можно сказать если вам понравилось это видео было интересно вы что-то для себя подчеркнули интересное чем-то вдохновились какую-то идею для себя подхватили поставьте пожалуйста большой пальчик вверх мне будет очень приятно спасибо что смотрите мои видео вяжите вместе со мной всего вам самого доброго вяжите с удовольствием всем ровных петелек и до новых встреч